Издательство «Эксмо». Джулианна Маклин. Наследство в Тоскане. Простите меня, Лиллиан, сказал мистер Кларк, выпрямляясь на диване и мило улыбаясь. Это я увлекся, наливая вам вина. — Нет, — ответила она, — это было чудесно, и я должна сказать, вина были отличные. Он приподнял бокал. — Спасибо, Лоренцо, где бы ты ни был. Воздух снаружи стал жарким и влажным, и мистер Кларк провел рукой по волосам. Лиллиан старалась не смотреть на него и не могла оторвать от него глаз. Она разглядывала картины на стенах, рассматривая их, цвета и композиции, но все это было лишь прикрытием. На самом деле она следила за каждым движением своего босса, даже за тем, как вздымалась его грудь при дыхании. Они сидели в тишине, не разговаривая, только слушая стрекот сверчков в прохладной траве снаружи. Ощущая приятное воздействие вина, Лиллиан откинула голову и снова посмотрела на потолочные фрески. Она подумала, кто же был художником. Должно быть, это был человек, богатый духовно, относящийся со страстью к своей работе. Как должно быть это чудесно, так любить то, что ты делаешь. Наверное, Фредди тоже был таким. Иногда его стремление писать было совершенно всепоглощающим. Когда он сидел за столом, склонившись над пишущей машинкой, а она входила в комнату, неся на подносе ужин, Лиллиан ощущала, что ее присутствие раздражает его. В лучшем случае она чувствовала себя невидимой. Иногда он поднимал руку, делая ей знак, что она не должна говорить, потому что заговорив, она может прервать поток творческой мысли, нарушить его воображаемый мир. Она уважала странности Фредди. Все это было естественно. Это был божий дар. То, что он мог переноситься в другие миры, покидая свое бренное тело и создавать истории, принесенные из мира собственного воображения. «Почему бы вам не прийти сегодня на ужин?» предложил мистер Кларк, удивив Лиллиан этим приглашением. Она выпрямилась. «Ужин? Где?» «На вилле», — он взглянул на часы. «Миссис Гуардиане иногда бывает недовольна, когда я слишком поздно задерживаюсь на работе. Мне надо идти». Лиллиан почувствовала укол разочарования, что он все это считает работой. Для нее это было истинное удовольствие. «Она должна уже накрыть на стол», — продолжал он. «И все скоро будут садиться». «Все?» Лиллиан поморщилась. «Помоги ей, Бог!» Вино явно ударило ей в голову. «Она, похоже, уже простое предложение, не в силах произнести». Мистер Кларк начал перечислять. «Матео, Доминико, это муж миссис Гуардини, он следит у меня за виноградниками, Франческо, мой шофер и моя правая рука. Если хотите, можете пригласить мужа тоже присоединиться к нам в случае его возвращения. Можете позвонить ему прямо с виллы». У Лиллиан весь последний час бурчало в животе. «Да, я проголодалась». Мистер Кларк встал и протянул ей руку. «Ну и прекрасно, пойдемте». Она позволила ему помочь ей подняться. «Но сначала нам надо убрать за собой», — добавил он. «Давайте отнесем бокалы на кухню и закроем эти бутылки. Мы отнесем их к столу и там допьем. Доминико будет в восторге». Лиллиан помогла ему. Потом они понесли бутылки из дегустационной на каменную террасу и оттуда по старой мраморной лестнице к железным воротам на выходе из сада. Перед ними возникла вилла. Она была темной, хотя светила полная луна, проливавшая яркий голубой свет на садовую тропинку и освещавшая им путь. Их шаги хрустили по гравию, они разговаривали и смеялись. Лунные тени окружали их. Во время обучения Лиллиан, конечно, видела виллу издали, но никогда не заходила в это огромное тосканское здание. Мистер Кларк привел ее к узкой боковой двери, и они вошли на нижний этаж. «Это, наверное, в свое время был вход для слуг?» — спросила Лиллиан. «Вообще-то я всегда думал, что это была дверь для мертвых. В средние века считалось дурной приметой выносить умерших через главный вход, так что в домах часто делали где-то еще одну небольшую дверь». Интересно, дверь выглядела достаточно широкой для гроба, и непонятно было, как еще ее использовали. Мистер Кларк показал ей телефон на стене, и она позвонила Фредди в сарай. Она подождала пять, шесть гудков, но он не ответил, и она, наконец, повесила трубку. Мистер Кларк проводил ее по широкому каменному коридору с изящными арками в большую кухню, очень современно оборудованную, наполненную ароматами базилика, пасты и жареного мяса. «Здесь просто потрясающе пахнет», — сказала Лиллиан. Другой коридор привел их к черной двери, которая открылась в патио под зеленой крышей беседки. Это было очень уютное место, увитое густыми, переплетенными лозами винограда, а сверху свисали крошечные белые лампочки. Большой обеденный стол, накрытый скатертью с цветочным узором, был заставлен бесконечными блюдами с едой, вазами с живыми цветами и свечами, воткнутыми в старые, оплетенные соломой бутылки из-под кьянти. «Антон, ты опаздываешь!» — добродушно воскликнул мужчина, поворачиваясь на стуле. «А кто это прелестное создание, которое ты сегодня привел? Добро пожаловать!» Пожилая женщина встала, отодвинув стул. «Принесу еще одну тарелку», сказала она, исчезая в доме. Мистер Кларк начал знакомство. «Позвольте представить вам Лиллиан Белл, нашего нового экскурсовода для американцев. Лиллиан — это Доминико Гуардини, наш главный виноградарь, а это его жена Катерина. Она сейчас вернется. Матео вы знаете, а это Франческо. Он человек возрождения и делает для меня все». Франческо прижал руку к сердцу. «С радостью, Антон!» Катерина вернулась с тарелкой и приборами, которые поставила на стол, а Матео принес еще один стул. Лиллиан села к столу. «Мистер Кларк очень любезно пригласил меня». «Лиллиан, пожалуйста, называйте меня Антон», — сказал он. «Вижу, вы принесли вино», — радостно перебил их Доминико, приподнимаясь на стуле, чтобы рассмотреть бутылки. «Мировильезо, Антон!» «Мировильезо» — итальянский язык. «Прекрасно, восхитительно». «Наконец-то! Давайте насладимся им!» Он обернулся и подмигнул своей жене. Лиллиан подозревала, что между собой они обсуждали вино, десятилетиями запертое в тайной комнате Маурицио. Все эти бутылки, которые никому не суждено было оценить. «Пора ужинать», — сказала Катерина, садясь на свое место и протягивая Лиллиан тарелку с закусками. «Но приберегите место для жареной утки!» и тихо добавила, наклоняясь к ней поближе. «Это мой особый рецепт!» «Я слышала ее запах, когда вошла», — ответила Лиллиан, чувствуя, как рот наполняется слюной. «Пахло просто восхитительно, и все выглядит просто невероятно! Большое спасибо за угощение!» «С удовольствием!» — сказал Доминико, поднимая в ее сторону бокал. Лиллиан положила себе несколько крастини, маленьких тостов с разными начинками, вроде бекона с карамелизированным луком и рикоттой со свежим песто, посыпанным хлопьями красного перца. «Какой красивый стол вы накрыли!» сказала Лиллиан Катерине. «Это какой-то особый повод?» Катерина рассмеялась. «Каждый ужин с друзьями — это особый повод!» Антон, сидящий во главе стола, налил себе вина. «Мы с Лиллиан как раз говорили об этом чуть раньше». Он обратился прямо к ней. «И вы спросили, почему я предпочитаю Италию своей родной стране? Я не уверен, что тогда ответил вам правильно, но сейчас я скажу, почему. В Тоскане любят праздновать!» Он обернулся к Катерине. «У вас празднуется все, что угодно, верно?» Она рассмеялась. «Си, мы любим порадоваться. А что может быть радостнее, чем наслаждаться вкусной едой и вином при свете луны в конце долгого дня?» «Выпьем за это», сказал Антон, поднимая бокал. К этому времени мистер Гуардини уже налил Лиллиан еще бокал вина, так что она тоже подняла его, присоединяясь к тосту, а потом взяла еще несколько чудесных крастини. Потом появилось большое блюдо пасты, тольетели с соусом из свежих грибов, которые передавали вокруг стола, пока оно не опустело. Вечер наполнился оживленными разговорами и смехом, и никто не спешил закончить его. Все за столом вели себя с Антоном, как члены семьи, как будто бы знали его целую вечность, и Лиллиан тоже приняли в этот круг, засыпав ее вопросами про ее жизнь в Америке, ее семью и ее мужа. «Вы должны привезти его на ужин завтра», сказала Катерина. «Посадить за стол еще пару человек? Нет никакой проблемы, мы будем ему рады». «Спасибо, я ему передам». Лиллиан пила вино и ела вкуснейшую пасту, поражаясь гостеприимности всех, с кем познакомилась на винодельне. В ежедневной жизни здесь, на винодельне, присутствовала неподдельная радость от того, что ты просто просыпался утром, шел на работу в винограднике, потом обедал с друзьями, ел вкусную еду, запивая небольшим количеством вина, а потом кофе и эспрессо. И все казались особенно счастливы собраться после работы на это долгое, ленивое репозо. Репозо — итальянский язык, отдых. Она была совершенно безоговорочно очарована. Было почти одиннадцать, когда Маттео отодвинул стул, встал и начал прощаться. Катерина начала убирать со стола, и Лиллиан встала, чтобы помочь. Они с Катериной провели какое-то время на кухне, убираясь, и потом Катерина отправила ее домой, потому что у нее была утренняя смена на дежурстве за стойкой отеля. Когда Лиллиан вернулась в освященную беседку, Антон стоял там, прощаясь с Франческо, который, обернувшись, пожелал Лиллиан доброй ночи перед тем, как уйти в дом. «Он живет здесь?» — спросила она. «Да, у него квартира в подвале». «А Гуардини?» — поинтересовалась она. «Они живут на участке в другой маленькой вилле». Повернувшись, он показал в южную сторону. «Это там, ниже по холму, минутах в пяти ходьбы. Дом окружен дикими розами и фиговыми деревьями». «Звучит просто прелестно», — ответила Лиллиан. «Так и есть. И у них три очень ласковые кошки». Его описание вызвало в ней желание увидеть все это самой, но ей уже давно пора было попрощаться, так что она отвернулась. «Мне, наверное, уже пора». Антон вынул руки из карманов. «Я вас провожу». «Спасибо, но это не обязательно. Я найду дорогу». «Я уверен, что найдете, но вечер прекрасный, а мне не помешает размяться после двух порций шоколадного десерта Катерины. Так что, пожалуйста, разрешите мне». Она рассмеялась. «Хорошо». Лиллиан подождала, пока он зайдет в кухню, чтобы взять фонарик, и потом пошла вслед за ним по каменной дорожке вокруг виллы к въезду и главным воротам. Он открыл их, и они прошли. Ворота закрылись за ними автоматически. «Большое спасибо за ужин», — сказала она. «Еда была просто невероятная». «Это самое меньшее, что я мог сделать после того, как перестарался в дегустационный. Теперь вам лучше?» «Гораздо лучше. Хотя мне и до того не было плохо. Мне было хорошо. Просто я была голодна». Он улыбнулся и посмотрел вниз под ноги. «Надеюсь, ваш муж не почувствует себя покинутым, когда вы вернетесь домой. Мы будем очень рады видеть его и завтра, и в любой другой день». «Большое спасибо. Но не то, чтобы мы не пытались его позвать. Я то и дело звонила ему». Они шли неспешным шагом по земляной дороге между кипарисами. Влажный летний воздух был недвижим, и Лиллиан наслаждалась хвойным ароматом и покоем тосканской природы. «Сегодня», — сказала она, — «когда я спросила вас, почему вы предпочитаете Италию Лондону, вы ответили, что это долгая история, и предложили открыть пару бутылок вина до того, как начать этот разговор. Но за ужином вы говорили другое. Сказали, что любите Тоскану, потому что тосканцы веселые». Она взглянула на него. «Но я чувствую, за этим кроется нечто большее». Он продолжал ровно шагать по дороге, освещая ее длинным лучом фонаря, который держал в руке. «Да, тут есть нечто большее. У вас прекрасная интуиция. Сколько у нас есть времени?» Вопрос прозвучал чуть шутливо, а глаза Антона блеснули в лунном свете. «Столько, сколько нужно». Едва эти слова сорвались с ее губ, она тут же немного пожалела об этом. Что подумает Фредди, если узнает, что она гуляет под луной со своим красивым богатым боссом после того, как они часами пили вместе вино, и она задавала ему вопросы о его личной жизни, да еще говорила, что у них на разговоры вся ночь. Легкий ветерок шелестел в ветвях кипарисов. Лиллиан подняла глаза к звездному небу и вытеснила мысли о Фредди из головы. Он делал то же самое, когда работал, вытеснял ее из комнаты и из головы. «Уходи», — говорил он, больше не произнося ни слова. «Это довольно грустный рассказ», — сказал Антон. «Правда в том, я езжу в Лондон навещать своих мать и сестру и делаю это только тогда, когда там нет моего брата». «О, Боже», — сказала Лиллиан, «что же произошло между вами и вашим братом?» «С чего бы начать?» Антон тяжело вздохнул. «Думаю, с самого начала. Мы с братом вместе создали компанию. Мы были равными партнерами, но когда она стала более прибыльной, чем кто-то из нас мог себе даже вообразить, он воспользовался ситуацией, в которой мне пришлось на время отойти от ежедневной работы. Я какое-то время был болен». «Что это было?» «Неходжкинская лимфома». «Злокачественные поражения лимфатической системы, которые не являются лимфомой Ходжкина». «Господи, это должно быть было ужасно. Сейчас вы уже в порядке?» «Да, я оказался счастливцем, и мне удалось полностью вылечиться. Но в тот год брат делал вид, что действует в моих интересах. Я не мог работать, и он предложил мне выкупить мою половину компании, чтобы я мог заниматься лечением и оплачивать медицинские расходы. Мне показалось, что это честное предложение. Он предлагал мне много денег, гораздо больше, чем я мог мечтать. И я искренне думал, что он поступает очень щедро, помогая мне в беде. Я согласился и взял деньги. Как только контракт был подписан, и я перестал быть владельцем и иметь право голоса, он продал компанию за в десятеро большую сумму, чем та, что он выплатил мне. Потом я узнал, что он обсуждал эту сделку несколько месяцев, пока я был болен. Когда он делал мне предложение, чтобы убрать меня со сцены, он уже знал настоящую цену компании. Лиллиан медленно покачала головой. Это просто ужасно. Вы должны были ощущать, что вас предали. Да, это моя сестра Мэйбл узнала правду. Она выяснила это у жены брата, которая проболталась о том, что они нарочно все это время скрывали от меня положение дел. Вы сейчас разговариваете с ним? Нет, он развелся с женой и переехал в Нью-Йорк со своими миллионами. И не делает ничего, живет роскошной жизнью в пентхаусе, да плавает на яхте с компанией разных типов с Уолл-стрит. Не то, чтобы я мечтал о такой жизни, но он всегда к этому стремился. Думаю, он понимал, что я отказался бы продавать компанию, если бы остался в ней, а ему хотелось быстрых денег. А каким бизнесом вы занимались, спросила Лиллиан? Компьютерными технологиями. Он управлял бизнесом, а я был занудой математиком. Он продал программное обеспечение, которое я придумал в IBM, и это позволило выбросить меня из индустрии. Я даже не понимал, что когда мы прекратили партнерство, в контракте было скрыто такое условие, так что отчасти я сам виноват. Я должен был нанять адвоката, который соблюдал бы только мои интересы, но я доверял брату и адвокату нашей фирмы. Они сказали мне, что это хорошая сделка и что я должен согласиться, но они уже тогда знали о предложении из IBM. «А вы могли бороться?» спросила она. «Это все выглядит как мошенничество». «Возможно, и мог бы», ответил он. «Но в тот момент мне просто хотелось бросить все это, оставить грязную возню ради зеленых бумажек позади и вернуться». Он замолчал, как будто не был уверен, как все это объяснить. «К земле», спокойно подсказала Лиллиан. «Именно так». Они дошли до конца кипарисной аллеи, где уже была видна часовня. На фоне луны различался даже силуэт колокола на башне. «Посмотрите», ахнула Лиллиан. «Это же просто волшебно. Я понимаю, почему вы хотите здесь жить». Он кивнул. «Я был тут в поездке с женой и случайно увидел в витрине агента недвижимости в Монте-Польчано объявление. У меня было десять миллионов фунтов, которые жгли мне карман, а семья Маурицио отчаянно не хотела продавать виноградник своим конкурентам. Так что я подумал, почему бы и нет». «Десять миллионов фунтов?» «А ваша жена хотела купить виноградник?» спросила Лиллиан, изо всех сил стараясь побороть свое изумление. Он непонимающе взглянул на нее. «Не слишком, но она знала, как я этого хочу, так что согласилась на компромисс. Я должен был пообещать не тратить на виноградник все до последнего фартинга. И еще я должен был обещать, что она сможет летать домой, когда только захочет. На то мы и договорились. Я остался здесь, а она прилетает и улетает, когда ей вздумается». «И она всегда берет детей с собой?» спросила Лиллиан. «Или они иногда остаются с вами?» «До сих пор она всегда забирала их», ответил он. «Но она никогда не улетает очень надолго». «Это хорошо. Вы, наверное, по ним скучаете?» «Да». Лиллиан хотелось еще раз просить его обо всем этом, но они уже спустились с холма и подошли к нескольким зданиям, среди которых был и сарай. Все гостевые номера были заняты, окна светились, но в квартире Лиллиан было темно. «Похоже, Фредди еще не вернулся», проговорила она. Антон тоже остановился. «А где он сегодня?» «Я точно не знаю. Он хотел собирать материал, но иногда по дороге домой он садится писать в каком-нибудь кафе. Хотя сейчас уже очень поздно. Вы беспокоитесь?» «Не знаю. Он мог просто увлечься». «Хотите, я зайду вместе с вами? Может быть, он оставил записку?» Она подумала об этом, но решила, что приглашать Антона в дом не будет хорошей идеи. «Если Фредди как раз вернется, на что это будет похоже?» «Я уверена, что все в порядке», сказала она. «И мне надо ложиться спать. Спасибо, что проводили меня». Субтитры иноп mayle Eamon. Yay! »